Всем привет, всем здравствуйте! Вы снова на канале Виктория Каррера. Добро пожаловать! И сегодняшнее видео я хочу посвятить теме колесо баланса, потому что в предыдущем видео, кто смотрел мое предыдущее видео о постановке целей на предстоящий год, я вкратце упомянула эту технику, поэтому я решила сразу снять видео об этой технике, совсем коротенькое. Итак, как работает эта техника? Вам нужно будет начертить вот такое колесо, я сделала здесь, вы видите, такое побольше, чтобы вам легче было смотреть видео, и колесо, и этот круг. Я начертила круг, и этот круг я поделила на 8 секторов, на 8 частей, и каждый из секторов имеет свое название. Я вам сейчас назову все эти 8 основных сфер нашей жизни, которых мы касаемся повседневно. Это семья, здоровье, отношения, финансы, отдых, карьера, духовность и личностный рост. А заглавливаете каждый сектор, ну плюс-минус, приблизительно так же, вы можете выбрать свои названия тех сфер жизни, которые для вас наиболее важны на сегодня в работе, подписать каждый сектор тем названием, который для вас важен, и что мы потом делаем. И дальше мы начинаем оценивать эту сферу жизни в каждом секторе, насколько вы удовлетворены, насколько вы довольны работой в этом секторе. Например, смотрим сектор здоровья, да, и, скажем так, вы очень довольны тем, что вы делаете в своей жизни для того, чтобы ваше здоровье было хорошим. Вы придерживаетесь сбалансированного правильного питания, вы кушаете биопродукты, вы занимаетесь спортом, вы ложитесь вовремя спать и так далее. То есть, скажем, вот этот сектор у вас, по вашему мнению, заполнен на все 100%. И вы тогда отмечаете, скажем, вот это будет первая ось, это здоровье. И вы на этой оси здоровья отмечаете, что у вас где-то вот здесь ваш сектор, ваша точка по здоровью. Ручка не пишет. Сейчас я отмечу. Вот где-то так у вас выполнена, наполнена ваша жизнь в плане здоровья. И так по каждому сектору анализируете ваши отношения, семья, личностный рост, карьера. Например, вы, может, не очень довольны карьерой. У вас будет где-то вот здесь ваша, эта сфера, которая отвечает за карьеру, вы довольны или недовольны. Затем вы смотрите личностный рост, духовность, отдых и так далее. И по каждой из сфер у вас будет получаться какой-то результат. Например, ну я сейчас просто так делаю, как у меня получается, как мне приходит в голову. И мы получили вот такие точки на каждом секторе, где что у нас лучше, где что хуже. И затем вот все эти точки я сейчас соединю плавной линией. И сейчас вы поймете, почему плавной линией где-то вот так. Вы видите? И вот в этой, теперь вот в этой диаграмме видно, что где-то более-менее у вас равномерно будут распределены, равнозначно вы уделяете внимание каким-то сферам, где круг будет более плавный, а где-то круг будет проседать, вообще будут вогнуты или вот такие скачки. Это говорит о чем? Это говорит о том, что какие-то сферы, которые проседают, они требуют очень, ну не очень, но они требуют внимания с вашей стороны, потому что важно, мы пытаемся достичь того, чтобы наша жизнь была сбалансированная. Работа, отдых, отношения, финансы, здоровье, карьера, духовность, все вместе, да. И вот те сферы, где, например, вот здесь у меня получается, там проседают финансы, да, и мы видим, что здесь финансы проседают, значит, делаем для себя вывод, что над этой сферой жизни мне нужно более плотно поработать, мне нужно больше уделить этому времени, там моя зона роста, это то, где я могу развиваться дальше, например, здоровье, там у меня все хорошо, а вот с финансами нужно еще подумать. И вы тогда эту сферу тоже хорошо прорабатываете, задаете себе вопросы, что я могу улучшить в этой сфере, что я могу для этого сделать, как я могу улучшить, кто мне может в этом помочь, какие мне знания нужны и так далее. И также эту технику колесо баланса вы можете сделать перед написанием планов на 2019 год, перед постановкой целей и задач, и эта техника тоже вам будет в помощь. А я еще раз хочу всех вас поблагодарить за внимание, хочу напомнить, что добро пожаловать ко мне на мои консультации, email есть в описании канала и под каждым видео, пишите свои запросы, будем встречаться работать по скайпу, я рада вас была сегодня всех видеть у себя в гостях, я вам желаю успехов и процветания в вашей жизни, и встретимся в новых видео. Всех целую, всех обнимаю, всем пока!